МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последнее время в районе Бермудского треугольника появились странные сигналы в виде гамма-лучей. Источник явно находится на океанском дне. А мощность вспышек такова, что их фиксируют даже американские радиолюбители. Учёные начали расследование феномена. В природе источников гамма-излучения нет. Породить его способны лишь гигантские объекты в космосе, нейтронные звёзды или пульсары. А искусственно получить такие импульсы на Земле можно только в ходе ядерного взрыва. Периодичность гамма-вспышек непредсказуема. Но удалось установить направление сигнала. Это созвездие Сириус. Что же происходит в океанской бездне? Неужели поднимется на поверхность Великая Атлантида и откроются звёздные врата в иные миры? Бермудский треугольник – крупнейшая аномальная зона в Атлантическом океане. Только в 20 веке здесь пропало около сотни судов и самолётов, а вместе с ними свыше тысячи пассажиров и членов экипажа. Что же происходит? Куда исчезают корабли? Брюс Гернан – единственный лётчик, которому удалось выжить после странных событий в Бермудском треугольнике. В декабре 1970 года он вместе с отцом и приятелем вылетел с Багамских островов и взял курс на Майами-бич, штат Флорида, США. Вскоре после набора высоты Брюс Гернан заметил прямо по курсу странное облако полукруглой формы. Облако было в размерах сначала небольшое, длиной где-то около мили, 4-5 футов толщиной и полмили шириной. Когда я к нему подлетел, оно резко разрослось. Я летел со скоростью 110 миль в час, а облако разрасталось намного быстрее. Я не мог поверить в то, что облако может быть таких размеров. Оно разрасталось передо мной в форме правильного полукруга. Я не мог пролететь ни под ним, ни над ним. Самолет оказался внутри облака. Внезапно резко потемнело, и лишь вокруг свергали странные зорницы. Это не было похоже на огни Святого Эльма, статическое электричество, о котором знают моряки и летчики. Это были не совсем молнии, а скорее вспышки. И чем глубже я находился, тем интенсивнее они становились. В конце концов, они стали настолько интенсивными, что я испугался. Я развернулся и полетел обратно. Брюс Гернан увидел в облачной мгле просвет в виде туннеля. И направил машину туда, где виднелось голубое небо. Когда самолет попал в туннель, началось нечто невообразимое. Когда я влетел в этот туннель, вокруг меня сразу стали образовываться странные линии, которые крутились против часовой стрелки. Мне пришлось сконцентрироваться на выходе из туннеля, потому что я волновался, что могу перепутать стороны входа и выхода из туннеля. И в этот момент что-то странное стало происходить с самим самолетом. Полет до выхода из туннеля должен был занять у меня около трех минут, а я долетел примерно за 20 секунд. Но радоваться было рано. В конце туннеля оказалось не голубое небо, а белесая мгла. Гернан и его пассажиры почувствовали что-то похожее на невесомость. Все навигационные приборы вышли из строя. Стрелка компаса металась во все стороны. Пилоту чудом удалось связаться с землей. Гернан попросил уточнить его координаты. Наземная служба сообщила, что вообще не видит его на экране радара. Только когда туман немного рассеялся, диспетчер обнаружил Гернана. Оказалось, что они не в середине пути, а уже почти у цели. Полет, который должен был длиться не менее 75 минут, занял всего 47. Для меня это выглядело как скачок во времени. Я пролетел сотню миль за 3 минуты. Это невозможно. Но также существуют и другие теории ученых, которые занимаются этим вопросом. Они утверждают, что это перемещение в пространстве, а не во времени. Я думаю, что просто вышел из тоннеля и в течение 10 секунд преодолел 80 миль. Моряки тоже рассказывают странные истории об этой части Атлантики. Игорь Курдин в прошлом командир подводного крейсера. Под его началом ходили три атомные подлодки. Недалеко от условных границ Бермудского треугольника с его судном произошел загадочный случай. Субмарина никак не могла набрать глубину. Хотя по приборам все было в порядке. Нечто выталкивало ее из воды. Лодка не может погрузиться. Первое, что воспринимаешь, что есть такой эффект прилипания корпуса подводной лодки к воде. Вот прилипло, вот есть такое. Но тут уже вроде оторвались, погрузились, чуть больше 20 метров, а лодка вниз не идет. А еще через какое-то время меня выбросило на поверхность. При этом никаких ударов, никаких посторонних звуков, никаких внешних изменений в обстановке. Ветеран подводного флота Владимир Ажажа собрал сотни свидетельств появления из глубин океана странных дисковидных аппаратов. Эти места можно условно назвать базами НЛО. По наблюдениям военных, одна из таких баз расположена в Пуэрториканской впадине, рядом с островом Пуэрторико. Это подбрюшья Бермудского треугольника. И все, что происходит в Бермудском треугольнике, все, это воздействие НЛО, которые выводят из строя приборы, позволяющие наблюдать и искать. Корабли и самолеты часто терпят крушение до или после появления НЛО. Суда теряют способность к навигации вследствие аномальных электромагнитных помех. Но это не похоже на атаку. Скорее, на побочный эффект. Возникла версия, что Бермудский треугольник является пространственно-временным порталом или вратами в иное измерение. Откуда и приходят гости на летающих тарелках. НЛО имеет какое-то отношение к Бермудскому треугольнику. Лично я видел много НЛО. И несколько из них я видел в районе Бимини. Я летал в районе Майами-Бич на высоте 10 тысяч футов в 9 часов и находился примерно в 3 милях от берега. Моя девушка и я заметили странный янтарный свет в районе Бимини, который мелькал, поднимался, опускался, ускорялся. Через несколько секунд он был прямо перед нами. Как я смог заметить, это был желтый свет, исходящий из объекта, похожего на блюдце, которое казалось металлическим и светящимся. Я думал, что все, это конец моей жизни. Мне пришлось увернуться влево, чтобы не разбиться. А когда оглянулся назад, чтобы рассмотреть НЛО, его уже не было. Но почему в этом районе происходят аномальные явления? Что может находиться на дне Бермудского треугольника и посылать сигналы? Я был в районе Бермудского треугольника. Думаю, что искажения там вызваны активностью подводной инопланетной базы. Я могу говорить со знанием дела о Пуэрто-Рико, которые находятся на одной из сторон Бермудского треугольника. Я был там семь раз. Я разговаривал с разными людьми. И они считают, что это не просто НЛО, а инопланетяне, различные типы пришельцев, которые соорудили базы под островом Пуэрто-Рико и в его океаническом окружении. Но, может быть, на НЛО не обязательно летают инопланетяне? К разгадке нас могут привести труды немецкого ученого и изобретателя 17 века Афанасия Кирхера. Известна составленная им карта. Север здесь внизу. В Атлантическом океане изображен огромный континент, которого сегодня нет. Его не было и в 17 веке. Кирхер воссоздал очертания загадочной земли по древним текстам. Мы живем в мире, где считается, что Атлантида — это сфабрикованная история. Но все показания свидетельствуют о том, что она была в реальности, что Атлантида существовала. И мы определенно должны прийти к пониманию, что это было реально. И еще раз, археологические доказательства свидетельствуют, что Атлантида, вероятно, была в действительности. Надпись на латыни означает «Атлантида теперь ниже моря», согласно вере египтян и описанию Платона. А вершинами гор затопленной страны ученый считал Канарский и Азорский архипелаги и сушу Карибского бассейна, то есть Бермудский треугольник. Если говорить о Платоне, который, предполагая, написал в своем, что существовала некая Атлантида, и в центр ее, как говорят наши прорицатели, Кейси и прочие, во главе стояла пирамида с каким-то кристаллом наверху. И если это произошла какая-то трагическая катастрофа, и эта пирамида ушла под воду, то она и сейчас может, допустим, воздействовать на те же самые атмосферные природные явления. Недавно физики открыли, что предметы пирамидальной формы преобразуют магнитное поле Земли. Эффект Кирлиан показал четкие столбы энергии, идущие от вершины любой пирамиды. Это часто видно на любительских снимках египетских пирамид. Таким образом, любое монолитное сооружение пирамидальной формы постоянно шлет вверх сигнал. Помещенный в поле объект, в зависимости от того, какую форму он придает, вот так он структуризирует вокруг себя поле. Вот это наше обычное геомагнитное поле, присущее Земле. Оно образует форму. Никому точно не известно, насколько развиты были атланты, какие технологии использовали, и могут ли их пирамиды до сих пор слать сигналы. Но с каждым годом появляется все больше фактов в пользу существования этой Земли. Атлантида, как таковая, которая описана у Платона, Платон как раз говорит о том, что 9 тысяч лет назад эта катастрофа случилась. Фактически, она, в общем-то, является таким довольно точным, геология подтверждает этот факт. Вот сам по себе это описание Платона, оно соответствует геологическим реалиям, как его ученые современные трактуют. Австрийский инженер и геолог Отто Мук в конце 30-х сделал непревзойденное открытие. Тогда была проведена первая аэрофотосъемка берега Северной Америки по территории штата Южная Каролина. Оказалось, что сверху эта местность напоминает поле боя. Берег усеян очень древними, круглыми и овальными кратерами. Их более трех тысяч. Помимо этого, Отто Мук обратил внимание на две огромные котловины на дне Карибского моря. Это называется Пуэрториканская впадина и имеет глубину около 9 километров. По мнению ученого, все это могло образоваться после падения огромного астероида в Атлантический океан. Штат Южная Каролина был, значит, утыкан весь берег этого штата вот этими кратерами, которые остались от падения этого астероида, который, видимо, развалился еще в воздухе. И была бомбардировка вот этими осколками этого астероида, вот этой вот побережья. В Карибском море сохраняются до сих пор две огромные впадины, которые соответствуют вот двум кускам разболившегося астероида. И они несколько километров, в общем-то, в длину имеют. То есть, фактически, ученые восстанавливают диаметр этого метеорита первоначального около 10 километров. Отто Мук стал сверять данные геологии с записями античного Платона об Атлантиде и нашел множество совпадений. Все это так увлекло инженера, что результаты он изложил в книге. Там подробно описана гибель Атлантиды. Это был настоящий Армагеддон. Огромный астероид вошел в атмосферу планеты и взорвался. Два самых больших его осколка вонзились в земную кору в очень неудачном месте в районе Среднеатлантического хребта. Это стык литосферных плит. Там кора тонка и магма находится очень близко. Была пробита земная кора и магма стала вываливаться, так сказать, выходить из разломов. Вот этот вот ожил разлом, который серединный как раз с середины Атлантических хребет. И, в общем-то, на всем протяжении началась его вулканическая деятельность, извержение вулканов. Магма стала смешиваться с водой, возникло очень огромное количество пара, пар весь поднялся, и, в общем, такой тепловой эффект возник. И земля просто оказалась в такой парилке, бани, по версии этого ученого. Атлантида оказалась охвачена огнем, вулканическим ураганом, камнепадом. А потом литосферная плита сдвинулась, и материк стал тонуть. По расчетам мука, скорость опускания составляла 4-5 сантиметров в секунду. За сутки континент полностью ушел под воду. Новейшие находки подводной археологии только подтверждают эту теорию. У берегов Бимини недавно были найдены странные подводные объекты. Впервые их заметили на снимках со спутника. Огромная трехъярусная платформа длиной около 500 метров похожа на гигантский корабельный пирс. В ширину она достигает 45 метров. Загадочное сооружение ученые назвали Дорогой Бимини. Какие-то террасы, лестницы, явно построенные людьми. И все это находилось на высоте наоборот на глубине где-то от 3 до 12 метров под уровнем воды. Через пару лет туда приехали археологи и обнаружили, что это действительно какие-то непонятные, можно даже сказать, циклопические сооружения, потому что они были сравнительно крупными. И было странно вообще, что их могли построить люди, потому что, если их строил, то это была какая-то непонятная раса людей, очень крупных людей, какие-то гиганты. Археологи уверены, что поиски в этом районе нужно продолжать. Их вдохновляет более ранняя находка у берегов Кубы. На дне Карибского моря был обнаружен затонувший город. Специалисты считают, что он был построен не менее 6 тысяч лет назад. Сказать что-либо определенное о тех, кто здесь жил, пока сложно. Руины сильно обросли кораллами. Неужели это остатки легендарной Атлантиды? Знаменитый американский пророк Эдгар Кейси предсказал, что в начале нового тысячелетия люди найдут затонувшие города этой исчезнувшей цивилизации. Эдгар Кейси погружался в состоянии транса и совершал мысленные путешествия по далекому прошлому. Он много говорил об Атлантиде. По его словам, эта цивилизация погибла около 12 тысяч лет назад. Но некоторые ее территории будут найдены или поднимутся в начале 21 века. Возможно, в результате вулканической активности. А недавно у берегов Кубы было сделано еще одно сенсационное открытие. В километре от восточного побережья острова Свободы канадские специалисты обнаружили целый город-пирамид. Археологи Пол Вайнцвейк и Полина Залицки при помощи робота исследовали морское дно. На полученных снимках видны четыре пирамиды, сфинкс и несколько монолитных мегалитических построек. Руины лежат на глубине 700 метров. И вскоре начнется детальное изучение этого поразительного города. По мнению экспертов, его населяла очень древняя цивилизация. Но какая судьба постигла жителей затопленных городов? Как говорят многие древние тексты, Атланты успели спастись. Цивилизация Атлантов была расположена в Атлантическом океане, но существовали ее колонии. Были люди, которые колонизировали части Европы. Однако античные цивилизации, знавшие об Атлантиде, не написали, куда именно делись ее жители. Атланты имели воздушный морской флот, страшное оружие и невиданные технологии. Они вряд ли бы встретили сопротивление на полюбившейся им территории. Но что, если они приняли решение жить не на Земле? Если касаться цивилизации, которая существует под водой, то это по-настоящему большой вопрос. Есть четкие свидетельства в мифологических записях о том, что что-то вроде этого могло происходить в определенный момент времени. История о русалках – это один из примеров. Существа – наполовину люди, наполовину рыбы. Странный случай произошел с британским дайвером Джоном Марчем в Бермудском треугольнике недалеко от Багамских островов. Погрузившись на небольшую глубину, он заметил темную человеческую фигуру, которая шагала по дну. Водолаза особенно поразило, что незнакомец был без скафандра. Он был огромен. Его рост достигал трех метров. Фигура шла четко по направлению к Марчу. Дайвера охватил неописуемый ужас. Виски издавила сильная головная воль. Водолаз не стал дожидаться развития событий и всплыл к яхте, ожидавшей его неподалеку. И тут выяснилось, что все члены экипажа одновременно с Марчем испытали одно и то же. Панику и нестерпимую головную боль. Кто же мог быть там, на дне, без акваланга? Это потомки атлантов. Мы говорим о том, что были некие земноводные люди, которые, ну не люди, а некие существа, которые, когда цивилизации погибли, они ушли и живут там под водой. Люди, которые, даже не люди, существа, которые владели древними знаниями мистическими. И мне зачем было отращивать жабры? И мне зачем было превращаться в тритонов, я не знаю, в ихтиандров? Японские моряки рассказывают о странных подводных существах у берегов шестого континента. Огромной, длиной до 30 метров, с абсолютно белой кожей, они были бы похожи на китообразных, если бы не человеческие руки и лицо. Очевидцы назвали их нингены, что в переводе с японского означает человек. Можно было бы счесть это новой морской легендой, но появились фотографии нинген. Первым их отважился опубликовать австралийский журнал «Таинственная вселенная». А несколько недель назад появились и сенсационные видеозаписи. На них явно видны эти жуткие существа. Будучи замеченными, они поспешно скрываются в ледяные глубины. Океан-то мы не знаем. А может, они живут там. Тогда мы, горделевые, наземные люди, будем говорить, а что вы, русалки-то, с нами не связывайтесь? А, наверное, там другие законы. Похожих существ наблюдали и раньше. Легендарный путешественник Тур-Хейрдал с командой в 1947 году на бревенчатом плоту пересекал Тихий океан. Несколько раз они видели, как в воде вокруг плота появлялись круглые головы, похожие на человеческие, но диаметром 60-70 сантиметров. Не шевелясь, они смотрели на людей большими сверкающими глазами без зрачков и бесшумно уплывали. Вели себя достаточно спокойно эти существа, они их не трогали, но, тем не менее, заставляли задуматься. Возможно ли, что в океане действительно обитают некие разумные существа? Мыс Айя на Черном море известен как аномальная зона. Группа дайверов недавно совершала там погружение. Один из аквалангистов отделился от остальных и внезапно увидел под водой силуэты незнакомых ныряльщиков. Что-то в них сразу показалось ему странным и противоестественным. Дайвер пригляделся и обомлел. Они были намного больше людей. Рост странных существ был никак не меньше пяти метров. Более того, они были без аквалангов. Безо всякого снаряжения на многометровой глубине и будто переговаривались между собой. Мужчина сделал резкое движение, на которое незнакомцы моментально отреагировали. Один из них оглянулся. Оглянулся, посмотрел на него, как бы ничего не значит. Зрачков у них нет, у этих атлантов. И догоняя второго товарища, ударил ласты. Ласты у них одеты. Что интересно, не природные, а одеты. Никаких акулангов нет. Странные существа не проявили интереса к человеку. Увидев его, они лишь прибавили скорость. Любопытство пересилило страх, и мужчина поплыл следом. Они заплыли в пещеру подводную. Он за ними, тут его как бы сработала защита, и он как бы выбросил его просто потоком воды. Эти рассказы появились не вчера. Легенды о подводных жителях были и тысячи лет назад. Первой цивилизацией на Земле считаются шумеры. Этот народ появился 8 тысяч лет назад в долине между реками Тигр и Ефрат на территории современного Ирака. В их текстах описана раса людей-рыб, которые вышли из вод Персидского залива и дали знания примитивным человеческим племенам. Предводителем морских обитателей был Оаннес. Когда мы говорим о цивилизации подводной, то вот в этих самых шумерских текстах говорится о том, что и вышли из воды первые сущности, они были перепончатые, чешуйчатые, блестели, выше человеческого роста, и они давали нам знания. Вот как у Оаннеса описывают шумерские хроники. Тело у него было как у рыбы, а голова как у человека. Внизу вместе с рыбьим хвостом были ноги. Голос и речь были понятные. Существо это днем общалось с людьми, но не принимало их пищу. И обучало всех строить дома и храмы, писать законы и лечить болезни. После захода Солнца Оаннес уходил в море. Вопрос заключается в том, откуда они приходят. Ученые склоняются к варианту, что это могут быть представители внеземной цивилизации. Это, конечно, возможно. Но также является возможным то, что в какой-то период времени существовала подводная цивилизация, потому как люди видели их выходящими из моря. Мифы о существовании подводной цивилизации есть у многих народов мира. Согласно им, из воды выходили существа, которые помогали людям и обучали их наукам. Когда ты смотришь древнерусские тексты, там также говорится о подводных цивилизациях. Знаменитые русалки, русалы-русалки, это одни из представителей вот этой самой водной цивилизации. Каспийское море, 1969 год. Над водой сгущался туман. Команда торгового судна, шедшего из Азербайджана в Иран, заметила по правому борту пассажирский корабль, который шел в запретную зону. Там просто внизу от каких-то выбросов во время войны остались вот эти вот радиационные поднятия. Может быть, сейчас их уже и нет. И вот эта зона была очерчена. Отец Арины Евдокимовой служил на этом торговом судне капитана. Когда стало ясно, что из-за тумана подать сигнал невозможно, он принял решение добраться до пассажирского корабля. Вместе с матросами капитан погрузился в шлюпку. Путь был один. Напрямик через радиационную зону. Это все равно, что попасть в кратер на Чернобыле. Когда они пересекали зону, то все они молились. И был среди них один человек, он был более верующий, чем вот все остальные. И мой пап говорит о том, что этот человек сказал, вы знаете, мы умирать будем по очереди, но мы с тобой самые чистые. И папа спросил, а вообще тебе кто такой сказал, ты вот на судно смотри, сейчас предупреждать будем. Он говорит, что судно не погибнет, они нас видят. Мне она сказала. И папа спросил, кто она? Я не знаю, женщина. Во время пересечения опасной зоны один из моряков увидел прямо в шлюпке странное явление. Это была прекрасная девушка. Морская дива разделила шлюпку пополам. Одна половина стала темной, другая была светлой. Двум матросам, которые оказались в черной зоне, она предвещала скорую смерть. Двоим же остальным долгую жизнь. Он сказал, это была сирена. Я спросила, а как вы поняли, что вот одни будут жить, другие погибнут? Он говорит, она мне это сказала. Я говорю, вслух. И он задумался, сказал, нет, это было в моей голове, но я знал, что она мне сказала. Общение с сиреной длилось не больше минуты. Моряк так описывал свое видение. Это была очень высокая белая женская фигура, словно сотканная из воды. С нее стекали потоки. Они предупредили этот корабль, им за это позже дали там ордена и благодарности, и все там вытекающее. Двое моряков, которых увидел вот папин друг, они погибли там, ну спустя год, два года, ушли от каких-то заболеваний. Сам дядя Володя, мой отец, слава богу, живы до сих пор. Причем мой отец в какой-то период времени перенес сильную операцию, как объяснили врачи, связанную с полученным облучением. Но где же находятся места обитания атлантов? В древних ведических текстах написано, что вода – это портал в параллельную вселенную. Не случайно в воду не рекомендуется заходить ночью. Считается, что это время предназначено для существ из другого мира. В сумеречные времена открываются определенные, скажем так, каналы, что ли, по которым тонкие живые существа имеют возможность перемещаться в пространстве. То есть из одного измерения в другое. По мнению исследователя Валерия Уварова, упавший в Атлантику тысячи лет назад астероид, пробил грань между параллельными измерениями. Происходит очень мощное энергетическое событие, которое эту мембрану искривляет. Она, по сути дела, исчезает. И что тогда происходит? Тогда именно из толщи океана вода начинает попадать сюда. И как сказано в Библии, например, разверзлись хляби небесные, то есть как бы в небе что-то открылось. И это не только в Библии. Это и в китайских текстах можно найти. И сюда с огромной скоростью огромные объемы воды попадают. Возможно, невидимая грань между мирами до сих пор тонка. И потому в Бермудском треугольнике пропадают корабли. Не только гуманоиды приходят в наши воды из-за новой измерения. Эта версия объясняет, почему водяные монстры, такие как Лохнесское чудовище, все еще не попались на удочку охотников за сенсацией. Эксперты считают, что открытие врат в другие миры связано с циклами Солнца и Луны. Именно поэтому чудовищ видят в ночь полнолуния, равноденствия и затмения. Озеро Лыбенкер на востоке Якутии таинственное угрюмо. По легендам, в нем водится опасное чудовище. Местные жители называют его просто черт. Ловить якутского дьявола на живца отправился Игорь Грижин, преподаватель и публицист. Его команда готовилась к этой сложнейшей экспедиции два года. Время для поездки было выбрано не случайно. Середина августа, полнолуние. По легендам, Лыбенкерское чудовище показывалось людям по ночам, в конце лета. И непременно при полной Луне. Вот у нас было около четырех дней на это. У нас были две моторные лодки, у нас были люди, которые готовы плыть и которые готовы нас страховать. Вот. И у меня была впереди ночь полнолуния. И, конечно, все произошло именно в эту мистическую ночь. Как по заказу, проводники Якуты наотрез отказались лезть в озеро при таких условиях. Двое москвичей Игорь Гришин и фотограф Владимир Медведев в итоге очутились одни на мрачном берегу, вооруженные камерами и холотами и старой дырявой моторкой, на которую расщедрился якутский проводник Саша. Ну, мне эта лодка очень не нравилась, я скажу. Ну, Саша сказал так. Он сказал, на этой поплывете. Если что, сказал Саша, он по ней хвостом даст, но не перевернет. Вот тут я впервые услышал о том, что у этого чудовища может быть есть хвост, понимаете, там. Шел дождь со снегом, не было видно низги. Выйдя на середину озера, искатели приключений заглушили мотор и решили осмотреться. Они недолго оглядывались в поисках чудовища. Похоже, оно нашло их само. Вдруг их алоты стали показывать глубину. То есть была глубина 19, потом глубина стала 20, 21, 22, и она стала очень быстро расти. То есть в течение 10 минут мы условно опустились на 10 метров. То есть глубина была 19, через 10 минут она стала 29. Это было очень странно. То есть практически лодка не двигалась. Но судя по тому, как глубина менялась, мы подумали, что лодка все-таки движется, ее куда-то тянет. Это было очень интересно. И когда глубина стала 30 метров, мы услышали первый писк эхолота. Звук показался им очень пронзительным. Громкое верещание эхолота говорило о том, что зафиксированный объект был крупным. Он плавал вокруг лодки с каждым разом все больше сужая круги. Ремонт показал что-то такое очень крупное, которое превышало размер лодки. Поэтому эхолол практически орал. когда эта штука поднялась до 5 метров, я бросил снимать. У нас с Володей были абсолютно белые лица. У меня была испарь, мне было жарко. Мы поняли, что нам нужно отсюда валить. По закону жанра моторка не завелась. Больше часа они продолжали битву с механизмом. Поочередно один копался в моторе, второй с ужасом следил за эхолотом и водил лучом фонаря по воде. А неизвестное гигантское существо все это время бродило рядом. Оно приходило и уходило. То есть оно нас сопровождало, явно мы его интересовали. Но в итоге наваждение кончилось. Мотор завелся и оба исследователя благополучно сошли на берег. Что я могу сказать точно, что в озере Бланкер есть аномально крупный живой объект. Почему он аномально крупный я объясню. Почему он живой у меня сомнений никаких нет. Потому что он реагировал на нас, реагировал на нашу лодку. Он, как я говорю, приходил и уходил. Он сам нашел нас. То есть это явные признаки живого существа. в древнеиндийской священной книге Бхагава Табурана описывается история, когда герой заходит в воду не в свое время. Он оказывается в другом измерении у повелителя водной стихии Варуны. Нандо Махарадж оказался в плену у слуг Варуны. Когда он просто случайно встал раньше времени и пошел на речку совершать омовение, влез в воду слишком рано. Раньше положенного времени. Слуги Варуны возмутились, но и решили его на всякий случай задержать до выяснения личности. В 1985 году японский дайвер обнаружил под водой у берегов острова Йонагуни огромный город-пирамид. Уже более 20 лет морские геологи исследуют его. Музыкант и дайвер Андрей Макаревич специально отправился в Японию, чтобы попытаться разгадать тайну Йонагуни. Перед погружением группа встретилась с профессором морской сейсмологии Масааки Кимурой. Он был первым, кто предположил, подводный монумент может быть затонувшим древним городом. Сомнения в том, что комплекс создан разумными существами, отпали уже при первом погружении. Вот на этом сооружении есть вещи, которые сами по себе появиться никак не могли. Вот такие, как на верхней гладкой плоскости прямоугольного сечения канала, которые под прямым углом вот так проходят, это явно что-то рукотворное. Кажется, что этот город был построен для великанов. Блоки напоминают собой огромные террасы. Даже есть обводная дорога, а рядом что-то похожее на стадион или место проведения каких-то собраний. И опять же, разместиться удобно тут могли только очень рослые люди. В центре города огромная ступенчатая пирамида Йонагуни. Это такой прямоугольник с какими-то странными высеченными выемками по бокам со стенами, которые вот так немножко наклонены наружу. как такая пирамида без вершины, скажем так. Верхняя плоскость плоская, тоже с какими-то прорубленными каналами, назначения которых совершенно непонятны, с круглыми отверстиями. Но поразительнее всего то, что породы обработаны так, словно применялось современное оборудование. Сделаны отверстия, похожие на те, через которые в наше время прокладывают кабели. Какие-то невероятные инструменты тысячелетия назад пилили, сверлили и резали эти лавовые и каменные породы. Ученые, изучая монумент Йонагуни, выдвигали множество предположений. До Великого потопа это где-то примерно 10 тысяч лет назад, когда уровень океана был как раз в среднем метров на 30 ниже. Вот это сооружение было на берегу. Возможно, это было какое-то прибрежное сооружение. Вот эти круглые отверстия на равном расстоянии, может быть, туда вставлялись какие-то столбы, скорее всего. Но это свидетельство того, что до потопа была жизнь, и пусть там и примитивная, но какая-то культура. Неужели это остатки легендарной Атлантиды? Но древние тексты однозначно помещают ее в Атлантический океан, а не в Тихий. И мегалит Янакуни далеко не единственная подводная пирамида в мире. В районе Бимине в 1970 году увидели кристальную пирамиду, и один ученый из Сан-Диего, доктор Браун, определил, что эта пирамида находилась ниже уровня моря, под водой, на умеренной глубине, но достаточной для того, чтобы сказать, что она была построена изначально под водой. Исследования ведутся до сих пор. Невероятные открытия сделали российские океанологи, отправившись в экспедицию к священному озеру Фушиан в предгорьях Тибета. Местные легенды гласят, что всего полторы тысячи лет назад в его центре был остров, на котором стоял удивительной красоты город-храм. Золотой город, ушедший под воду, и вторая легенда, значит, морской народ, в переводе с китайского языка, морской народ, который, значит, ушел в озеро и, так сказать, вот не вернулся от дома. Китайский дайвер, совершая погружение, увидел на дне озера руины и черепки битой посуды. Для исследования требовалось специальное оборудование. Тогда и были приглашены специалисты из России. Место непростое. Место находится на высоте двух километров, 1950 метров, если я правильно помню, над уровнем моря. Из-за этого сложно делать обычные погружения на воздухе, используя просто обычный воздух в баллонах. Пришлось долго готовиться, военные показали дайверам фотографии дна озера, сделанные сонаром бокового обзора. Там были видны четкие прямоугольные строения из огромных каменных блоков. Но главное открытие ждало россиян при погружении. На дне, среди руин, они своими глазами увидели огромную ступенчатую пирамиду. Там находится пирамида-лестница, похожая размерами на мексиканскую. Это сейчас мы уже точно можем говорить, поскольку есть в метрах расстояние каждой ступени и можно сравнить с мексиканской пирамидой. Находка сразу же стала мировой сенсацией. Историки окрестили руины китайской Атлантидой. Никогда ранее под водой и тем более в Китае не видели ничего подобного. Вот это строение мексиканской пирамида оно больше всего вызвало загадок, оно больше всего вызвало вопросов. В китайской истории этот каменный город с этой лестницей, непонятной лестницей отношения не имеет, потому что их не с чем сравнивать. Нету в китайской культуре таких городов. Исследования продолжаются. Ученые пытаются определить, почему таинственный город ушел под воду. Скорее всего, случилась страшная природная катастрофа. Несомненно, пирамиды были построены над водой и причинами того, что они находятся под водой, явилось повышение уровня океана или какая-то национальная катастрофа, если мы говорим об озере. В тех случаях, когда пирамиды находятся в море, мы можем сказать, что им десятки тысяч лет, то есть они были построены еще до последнего ледникового периода. Находка в озере Фушан очень напоминает археологическую загадку на дне у берегов японского острова Йонагуни. В 99-м году мне посчастливилось поговорить с главным исследователем комплекса Йонагуни, и он сказал мне, что есть доказательства тому, что раньше эти постройки находились над уровнем моря, и он был построен около 12 тысяч лет назад. Но что за культура строила ступенчатые пирамиды задолго до появления Поднебесной? Какие еще секреты хранит планета Земля? К разгадке этой тайны может привести удивительный исторический документ. Троанский манускрипт. Это текст древних индейцев майя. Он был найден на полуострове Юкатан французским археологом Броссером де Бурбуром и сейчас хранится в Британском музее в Лондоне. В нем повествуется о гибели загадочного древнего материка в Тихом океане. В год 6 анг в день 11 млук месяца саг начались ужасные землетрясения, которые продолжались до 13-го Чуэн без перерыва. Страна холмов земли страна му была принесена в жертву. Дважды сдвинувшись с места она исчезла в течение ночи, непрерывно сотрясаясь из-под земли. Наконец поверхность земли не выдержала и 10 племен были разорваны и рассеяны. Они затонули вместе с 64 миллионами жителей за 8060 лет до того времени, когда пишется это. И в истории Майя и не только Майя остались упоминания о неких эпохах и о неких катастрофах, которые происходили на земле, которые меняли лик земли. Это абсолютно подлинный текст и его содержание прямо говорит об исчезнувшей цивилизации. То же самое написано еще в одном источнике Майя кодексе Кортеса. Дважды му подпрыгнула на своих основаниях, затем она была принесена в жертву огнем. Она разорвалась, дико сотрясаемое землетрясение, ударив ее чародей, который приводит все в движение, словно кучу червей принес ее в жертву в ту самую ночь. Эксперты считают, что страна Му, Пацифида или Мурия это разные названия одного гигантского континента в Тихом океане. 16 тысяч лет назад ориентировочно в результате падения крупного планетоида как раз в район Тихого океана произошло сильнейшее землетрясение, пролом земли. Пролом земли мы можем оценить как раз оценивая глубину Марианской впадины. 11 километров трещина образовалась в глубину. И соответственно вся эта территория она затонула. Плюс к этому вопрос, который мы уже обсуждали по поводу появления воды. И эта территория вдруг накрывается водой. То есть она откуда-то берется эта вода. От Пацифиды остались острова. На этих островах есть пирамидальные комплексы сохранившиеся. Я говорю о комплексах, которые на сегодня мало известны или вообще неизвестны науке. Их еще предстоит открыть. Древние тексты донесли до нас рассказы о гибели Атлантиды. И сегодня наука подтверждает ее трагическую судьбу. Но мы продолжаем называть все это мифами. Хотя если Челябинский метеорит был бы в 10 раз больше, страна попрощалась бы с половиной Урала. По расчетам ученых, астероид, уничтоживший Атлантиду, на подлете закрыл солнечный свет. И великая цивилизация ничего не успела сделать. Возможно, они все еще живут там, в параллельном мире или под водой. Однако, что это за жизнь без солнца во мраке ледяной водной бездны? Субтитры создавал DimaTorzok